Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Жизнь как сериал. В украинской политике наконец-то выяснили, кто кому родственник. Премьер-министр Украины обвинил экс-премьер-министра Украины в коррупции. Ну как в коррупции. Более того, назвал ее родоначальницей и даже более того, матерью украинской коррупции. Мать коррупции. Речь идет, конечно же, о Юлии Владимировне Тимошенко. Об этом мы поговорим прямо сейчас. В студии присоединился Сергей Веселов, экс-депутат Одесского областного совета представителей политической силы Батькивщина. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телевидения. Прежде чем мы начнем говорить, сразу послушаем прямую речь действующего премьер-министра Владимира Гройсвана, чтобы понимать, собственно, о каких обвинениях идет речь. Я прошу вывести прямую речь. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, снищение украинской независимости, коррупции, популяризма и неэффективности есть Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая за много лет, 20, все делала для того, чтобы Украину снищить. И всегда кто-то ей заважал. Ну вот такое заявление можно по-разному относиться к Юлии Тимошенко, но вот именно такая формулировка заявления Владимира Гройсвана вызвала не только у меня смерть. Мы слышали, что в зале, собственно, люди тоже смеялись. О чем говорит такая резкая критика? Критика резкая говорит о том, что фракция Батькивщина внесла проект постановления об отставке премьер-министра Гройсвана. Но говорят, что потом этот проект исчез с законодательного сайта. Да, он исчез. Было пресс-конференция Юлия Владимировна. Подробно объяснила, как это все происходило, как это все было. В двух словах, почему появился и почему исчез. Что вы нам скажете? Значит, есть ряд причин, по которым фракция Батькивщина настаивает на том, чтобы руководитель правительства, который совершает неправильные шаги в развитии нашей страны, нашего общества, нашего государства, он должен уйти. Приводятся очень веские аргументы и очень приводятся резкие факты того, что правительство действует неэффективно, экономически необоснованно и ведет страну совершенно в другом направлении. Это четко определено в заявлении фракции Батькивщина. 13 депутатов подписали это постановление, внесли на рассмотрение Верховной Рады. Это представители Батькивщины или народные депутаты других фракций? Нет, это 13 депутатов фракции Батькивщина. Значит, было объяснение руководства, вернее, секретариата Верховной Рады о том, что должно быть 150 подписей, должно пройти год и так далее, и тому подобное. О чем Юлия Владимировна сказала, что для того, чтобы внести проект постановы о отставке премьер-министра, для этого не требуется решение или заявление 150 депутатов. Это требуется только лишь поданья одного-двух депутатов, как это было, впрочем, как и с Яценюком. Такая активная позиция Юлии Тимошенко в контексте отставки Владимира Гроссмана. Очередное подтверждение того, что Юлия Владимировна вновь хочет получить должность премьер-министра? Юлия Владимировна неоднократно заявляла о том, что она не стремится быть премьер-министром, особенно в нынешних условиях. Давайте будем честными, у нас большинство политиков, когда они говорят, что они не стремятся, не полюют и не хотят, обязательно потом претендуют. Для этого нужно, не знаю, обладать какими качествами, поскольку нужно быть самоубийцей, прийти на должность премьер-министра, когда отсутствует большинство в Верховной Раде. Сергей, скажите, Юлия Владимировна ведь человек с большим опытом, тем более управляющий целой страной, опыт есть. Как она сама говорила, критикуйте, но предлагайте. Кого она видит в кресле премьер-министра, если не себя? Сейчас речь идет... Лишь бы этого убрать? Ну, мы много раз уже слышали, лишь бы не этот. Нет, значит, вопрос заключается в чем? Правительством Гройсмана принимается решение. Решение, которое ведут страну совершенно к разрушению. Так нужно не человека менять, а решение его блокировать. Дело в том, что фраза «Бакевщина» неоднократно выступает и говорит, что надо делать. Ни одно из предложений, выдвинутых фразой «Бакевщина», Юлия Владимировна Тимошенко, не принимается ни правительством, ни большинством. Это нужно нарушить коалицию и менять полностью всю систему? Да коалиция не существует. Коалиция не существует. Послушайте, если не существовала коалиция, у нас бы были перевыборы в парламенте. Формально она существует. Она даже формально не существует. Если мы смотрим... А где выборы? Это все зависит от президента. По Конституции решение о распуске парламента, где нет большинства, а нет коалиции, принимает президент страны. Тогда зачем такая длинная тупиковая многоходовка, которая ведет реально никуда? Зачем бороться за кандидатуру премьер-министра, если можно попытаться перезагрузить еще раз парламент? Она же понимает, что коалиции нет. Юлия Владимировна как раз и предлагает, чтобы вместо Гройсмана, который совершенно принимает непопулярные решения, который не знает, как управлять государством, у которого нет образования. И она об этом говорит. Она говорит постоянно о тех ошибках, которые совершает это правительство в экономическом плане. Какие решения принимаются? Что надо вместо этого делать? И так далее. И она предлагает, что... Она не претендует на премьер-министра. Она говорит о том, что предложите любого другого человека, которого есть программа выведения страны из экономического кризиса. Но мы же все знаем политические позиции и амбиции Юлии Тимошенко. И ни один кандидат не устроит политическую силу быть кивщина. Значит, что касается политической силы. Политическая сила в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами является той составляющей нашего общества, которая борется за власть. Поэтому говорить о том, что Юлия Владимировна и партия Батьевщина не борются за власть, это неправильно. Действительно, наша партия борется за то, чтобы прийти к власти. Но прийти к власти, если за нее голосуют 5%, и прийти к власти, если за нее голосуют 50%, это две большие разницы. Тогда можно реализовывать свою программу, то, что обещаешь людям, все свои обещания выполнять и так далее. То есть, есть четкая программа, с которой идет партия Батьевщина на выборы. Давайте послушаем сегодняшнюю реакцию Юлии Тимошенко. Прямую речь, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Доходи українських родин, українців сьогодні нижче, ніж в самых слабо розвинутих країнах Африки. И все это работа пана Гройсмана. И тому абсолютно точно треба негайно отправляти его в отставку. Або будут жить они и обслуговывать кланы, або будет жить Украина и украинские родины. И тому, не откладываясь, увеличивать. А все эти образы, это просто есть свидетельство их слабкости и нездатности действовать морально, духовно и честно. Сергей, ну... Да, пожалуйста, Саша. Знаете, что приятно? Меняется во времени Юлия Владимировна, меняется ее внешний имидж, меняется ее тон, меняется немного ее риторика. В настоящий момент она, как никогда, мягко уходит в жесткую оппозицию. Это началась политическая война? Ну, насколько я знаю Юлию Владимировну, знаю ее с 2005 года, то она не меняется, она такая, как была, такая она сейчас есть. Она четко отстаивает интересы обычных граждан. Ну, знаете, межличностный конфликт. Потому что Гройсман сегодня говорил о том, что 10 лет назад Юлия Тимошенко пыталась снять его с мэрства в Виннице. Юлия Тимошенко напрямую обвиняет лично Владимира Гройсмана в бездействии правительства, хотя в правительстве не один Владимир Гройсман. Что касается 10 лет назад, Гройсман сам сегодня сказал о том, что Юлия Владимировна пыталась, ну, настаивала на том, чтобы его снять. Потому что тогда в Виннице тарифы были больше, чем в любой другой областном центре. Он ввел свой город совершенно не так, как должны были развиваться города. И поэтому она говорила о том, что приведите в соответствие, тариф в соответствие с требованиями, с экономически обоснованными требованиями, как это делается в других областных центрах. Вот о чем шла речь. Но против Порошенко Юлия Тимошенко так открыто не выступает, как против Владимира Гройсмана. Речь идет не о том, чтобы выступает, не выступает, открыто или не открыто. Это речь идет о том, чтобы что-то поменять в нашей стране. Потому что в нашей стране делается все неправильно. Возьмите опросы граждан. Посмотрите, сколько доверяет премьер-министр, сколько доверяет Верховная Рада. И станет все понятно. А что касается сегодня, особенно из выступления Гройсмана, было интересно, что плохого того, что мы повышаем заработную плату. 3200, да? Ну, мы знаем, да. Потому что есть мнение, что это не очень хорошо, как минимум. Вот мнение вам простое. Из жизненного опыта. Моя жена, врач. Врач высшей категории. Сравнялась в зарплате. С 30-летним стажем. Получает зарплату 3400 гривен. Со всеми надбавками за вредность и тому подобное. При этом. При этом. У нее колоссальная ответственность. Санитарка, которая получала 1700 гривен. И медсестра, которая получала 2500 гривен, сейчас получает точно так же, как и моя жена. Вот вам ответ на все вопросы. Что же плохого? Ну, хорошо. Ну, покажите мне хоть одну страну мира, где врач получает ровно столько, сколько санитарка. Я не говорю о медсестре. Вы должны понимать, что это вопрос времени, причем очень короткого, потому что подобное отсутствие разницы между этими категориями и методом, а также размером их оплаты, очень быстро вызовет ответную реакцию и придется расти дальше ценам. Ну, понятно, что дальше будет еще хуже. Мы говорим про инфляцию уже следующим ходом. Вот, 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 вот это ответы на все вопросы. Вот подобная, подобная ситуация, подобные повышения, необоснованные экономические, необоснованные. Почему она не говорит про инфляцию? Почему она в такой мягкой риторике... Она говорит про инфляцию. Зайдите в магазин, и там больше ничего нет, самое. Это когда я захожу в магазин, я сам поговорю про инфляцию. Тысячные, тысячные купюры сейчас выпускаются уже, вот сейчас обсуждаются в том, что выпустить тысячную купюру. Это и есть результат инфляции. Ну, куда дальше ходить? Ну, как мы живем? Посмотрите. Вот я еще один пример, кстати, приведу. Вот я недавно совершенно разговаривал с нашим депутатом областного совета. И он говорит, что люди просто вот в селе замерзают. Смертность просто колоссальная. У меня вот есть просто-напросто предложение или просьба ко всем, кто меня слышит. Давайте зададим вопрос. Вот сейчас какая смертность, допустим, в Одесской области? Давайте спросим, вот сколько людей пережило эту зиму. И тогда сразу будет понятно. Цифры скажут сами за себя. От нас все скрывают. От нас скрывают цифры, что происходит в стране. От нас экономическая составляющая. Как говорили, был знаменитый слоган «Нас 52 миллиона», а по официальным данным сейчас у нас порядка 42, хотя перепись населения они проводили уже несколько десятков лет. Но я думаю, что мы вместе с вами будем следить за развитием этого конфликта. Приведет это к выборам или к развалу, уже фактическому развалу коалиции, будет ясно в ближайшей, я думаю, неделе. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти сегодня к нам. Сергей Веселов, экс-депутат Одесского областного совета, представитель политической силы Батькивщина, был нашим гостем. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего праздничного голосования. Напоминаю, вопрос звучал следующим образом. Для вас день Святого Валентина – это первый вариант день влюбленных 33%, день цветочников 27% и 40% наших зрителей считают, что это самый обычный вторник. Короче говоря, если вы хотите отпраздновать прямо сегодня в каком-то ресторане этот прекрасный день, прекрасный вторник, можете отправляться, там не так забито, как можете себе представить. Правильно? Ну а информационные итоги вторника подведет Ксения Терзи. Она расскажет о том, что происходит в городе прямо сейчас. Мы же прощаемся с вами до завтра. Ровно в 15.00 включайте Думскую ТВ, начнется информационный день. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мира вашим семьям, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова